Если вы пришли в этот спорт, так будьте мужчинами. Такие слова часто приходится слышать девушкам-кикбоксерам. Тоже говорят и Ульяне Садовой. 15-летняя спортсменка в этом году уже поучаствовала в двух соревнованиях и привезла домой две медали – серебряную и золотую. Первым в этом году для Ульяны стало первенство Дальнего Востока по женскому боксу. В подобных соревнованиях девушка участвовала впервые, ведь ее дисциплина – кикбоксинг, в котором есть целый набор приемов, запрещенных в боксе. Однако нашей спортсменке удалось себя проявить. Два поединка провела безукоризненно, в третьем соперница оказалась левшой и за счет своей техники выиграла бой, а Ульяна забрала почетное второе место. Соперница была левша, я об этом знала, у нее тоже было три боя. Меня к этому готовили, я сделала все, что могла. Первый раунд, конечно, ты выходишь, разведываешь что-то вроде этого, а в третьем ты уже собираешься силой, просто идешь и идешь. Не успев как следует отдохнуть, спортсменка сразу поехала на другое первенство. Уже по кикбоксингу в Лесозаводске собрались бойцы со всего Приморского края. Ульяна провела три поединка и из трех вышла победительницей. Самым зрелищным стал третий бой. Девчонки так отчаянно боролись за победу, что им обеим дали призыв за лучшую технику и за самый красивый бой. В родном зале девушка упорно тренируется и часто ульяне приходится это делать в паре с противоположным полом. Вот тут и проявляются трудности. Настоящие мужчины девчонок не бьют. Как же быть в такой ситуации? В голове пацана сидит, что девочек бить нельзя сильно. В этом большая сложность. А в любом случае ульяне нужно расти, для нее нужно сопротивление, для того чтобы расти. И приходится объяснять ей и парням, что нужно работать плотно. Но сама Ульяна признается, достойных соперниц у нее хватает. Особенно с учетом того, что на соревнования ездит довольно часто. Так что есть опыт борьбы как с мальчишками, так и с девчонками. Теперь спортсменка готовится к новым состязаниям, которые пройдут в скором времени.